Приветик! Залетает еще одно видео, тутор, можно сказать, полноценный цикл, решил вам записать еще круче, посмотрел, что вам понравился, интересный прошлый тутор, позапрошлый, 3D для 2D, поэтому я концепчу нового персонажа, буду его в дальнейшем полностью показывать вам, как я рендерю его, отрисовываю. Пожалуйста, запасайтесь там печеньками и вкусняшками и погнали! Делаю сейчас модель паучка, ну вот по концепту, маленько будет отклонение от концепта, скажем так, его габаритные параметры, я видоизменил, но мне понравился концепт. В дальнейшем я буду его отрисовывать для 2D. Сейчас работаю с маской, делаю ему такой небольшой, ну не знаю, тут вставку, да, вставку такую небольшую, как бугорок. Вот, и он будет, скорее всего, да не скорее всего, а другого будет цвета. Дальше перехожу к глазам. Все, работаю пока с элементарными примитивами. Сразу не идет рендер. Пока идет расставление элементарных примитивов по положению, рендер будет чуть позже. Выстраиваю, продолжаю выстраивать из трубки ему клешни. Ну, впереди вот эти щупальца. И вторые щупальца, которые чуть маленько другого расположения, все еще пока элементарными примитивами расставляю. Вот, нейминг обязательно, потому что 3D нам тоже пригодится в дальнейшем. И работаю теперь с пузиком. Мувом все это разровняв и плоской кистью добился эффекта приплюснутой, ну такой вот, сферы. Эффект приплюснутой сферы. И уже теперь начинаю переходить к рендеру. Хотел добиться эффекта, не знаю, не шерсти, а что-то типа каменного паука. Вот, добавляю рендер блика. И здесь я маской, можно сказать, выдавил мэш. Ну, не выдавил, а сделал мэш. Потом увидите, что с ним будет. Ну вот, вот он получился. Мэш, как будто тут потом будет что-то типа яда. Да. Вот, я его, алюминисцензу добавил, изменил среду и подсветил. Здесь будет двойной мэш, как бы, один в другом. То есть будет казаться, что верхняя часть светится, а внутренняя часть как раз находится, ну, в общем, как дымок такой. Ну, в общем, ничего не особенного. Работаем с рендером. И с цветом. То есть добавляю небольшие неровности для текстуры. Выстраиваем у глаза. Вот такой вот веселенький паучок получился у меня. По-моему, на этом видео у меня, точнее, у меня он останется с четырьмя глазами. Но на самом деле у меня он будет с восьмью глазами. Добавляю небольшие текстуры. Что-то типа вот здесь вот уже идет какого-то, ну, не меха, а просто как вал полосатый что ли паук. Ну, вы поняли. И уже работаю с материалами, с рендером материала. Прорабатываю, добавляю текстурки такие интересные. Где-то потемнее, где-то посветлее. Шероховатость. Он практически весь шероховатый. У него только глянцевые кришни и глазки. Здесь маской выдавил необходимое место, где будет находиться вот эта спиралевидная интересная вмятина. И обратно меш взял и изменил ему среду, сделал ее люминесцентной, подсветил. Вот такая вот люминесцентная подсветочка получилась. И дальше уже получается, вот как раз добавляю текстуру, что-то типа шерсти. Ну, похожая на шерсть. Разравниваю мувиком, чтобы никакой мышь не вылазил. И пузико тоже будет что-то типа шерстяного. А сам, а сам он. То есть, получается, у него головка тут, вверху, голова, вот эта красенькая. Она шерстяная. А вот эти вставки, которые и, получается, основа головы, она как будто каменная. То есть, он такой каменный паук. Гранитовый паук. Сейчас буду работать с его, я не знаю, тут этими щупальцами. Не судите строго. Я знаю, что у паука восемь ног. Вот. Но я сделал ему шесть. Ну, я решил сделать по концепту. Шесть ножек. Поэтому, выстроив ноги, дальше сейчас буду играться уже с пропорциями. Ну, в принципе, уже, как бы, сам паук готов. Здесь дальше будет просто игра с мешами. Добавление каких-то там нужных элементов. Грани. Мувом все это вытаскиваешь, выдергиваешь, разравниваешь. Создание текстур. Но, уже общее представление, к чему я это веду. Тутер 3D для 2D. Поэтому, общее представление у нас уже есть. То есть, как будет выглядеть. Для чего мы это делаем. То есть, я делаю это для того, чтобы взять потом эту модельку. Выстроить нужный ракурс. Как я уже говорил и в предыдущем видео, подобным. Вверху, в правом углу подсказочки оставлю. Я это делаю для того, чтобы облегчить, можно сказать, 2Dшникам создание персонажа. Вот этой всей казуальщины. Потому что, многие теряются. Многие теряются в создании формы. В правильности создания формы. И так далее. И делают, и, откровенно говоря, бывает... Ну, я через это же прошел. Откровенно говоря, делают ахинею. Которую потом, ты, меняя ракурс, начинаешь поворачивать, и у тебя ломается все. Поэтому, когда ты сделал модель... Ну, то есть, для меня конкретно, это что-то типа... Вот, я уже подготавливаю сцену для... Можно сказать, выстраивание для дальнейшего рендера уже 2D. Для меня 3D-моделька, это служит базой, с помощью которой я буду потом отрисовывать 2D. Вот, у нас паук готов. То есть, получается, я выстроил как нужно. Добавлю сейчас еще ему глазки. Да, все-таки я записал это. У него будет еще 4 глазика. Маленьких, правда. Ну, ничего. И для меня, вот эта моделька, она идет очень хорошим подспорьем для отрисовки 2D. У тебя есть уже ракурс нужный, у тебя есть свет, потому что, ну, ты уже сам выстраиваешь свет, как тебе нужно. И дальше уже отрисовываешь. Перспективу можешь добавить. То есть, можно сказать, очень удобный инструмент для 2D. Ну, и в принципе, ты тут делаешь как две работы. И 2D, и 3D. То есть, можно сказать, в двух направлениях развиваешься. Умение рендерить и умение модерировать. Сейчас я выстраиваю освещение, вы увидите на видео. Выстраиваю ракурс, который я потом заберу. Какие-то элементы я меняю освещение. И делаю экспорт в программу уже, ну, что-то типа фотошопа. Это программа Procreate. Похожа на фотошоп, только на, ну, другая. Продолжаю еще выстраивать ракурс и подбирать нужное положение, которое мне понравится. Теперь уже будет полностью оставшийся тутер. Кто досмотрел до сюда, хочу поблагодарить. Оставшееся время пойдет, конечно же, на отрисовку. Выстроив модель, мы теперь ее будем рендерить для 2D. Ну, какой 2D? В казуальном стиле. То есть, вот эти все, если вы заметили, вот эти все неровности и вот эти все шероховатости, они в казуальной стилистике не нужны. они как раз дробят картинку. И если мы отдалим, то у нас силуэт будет плохо читаться. Поэтому мы избавляемся от всех вот, ну, в общем, сглаживаем. Я не говорю, что размазываем, а нужно сохранить форму, нужно добавить кое-где какие-то, может быть, элементы освещения и так далее. Но уйти, уйти от уже вот этой вот сильной детализации 3D-шной. Потому что, да, поможет тебе, ну, как бы, вот ракурсы, все такое, освещение. В принципе, уже готовый, где ты будешь брать цвет, пипетка. Ну, конечно, где-то что-то можно добавлять, немножко поярче, там, потемнее и так далее. Но у тебя уже есть база, ну, то есть основа, на которую ты отрисовываешь. Может быть, как-нибудь запишу вам видео вообще полной отрисовки, то есть с нуля, то есть с черно-белой вообще модели. Поэтому практикуется и такая, ну, сторона. Я пока вот придерживаюсь вот от цветной отталкиваясь. Ну, попробую вам записать и в черно-белой, с черно-белой вариацией, то есть с черно-белой отрисовываешь цветную. Тоже, как обещал в предыдущем видео, что запишу тутер полноценной отрисовки рендера. Все-таки я, как и обещал, вам запишу. В общем, как я и сказал, избавляемся от ненужной, слишком большой детализации. Но нам нужно подчеркнуть какие-то элементы, какие-то места, римлайтом, хайлайтом. В общем, персонажика подчеркнуть нужно. Но в то же время и уйти от вот этой вот слишком большой детализации. В принципе, чем мы и занимаемся. Там был эффект, не обращайте внимания. Как раз нужен эффект, ну, такой, для своеобразности. Вот. Здесь я просто разравниваю, работаю, сразу скажу, работаю с простой, мягкой кистью. Изменяя ее прозрачность, она мне делается либо мягче, либо жестче. И изменяя ее размер. А так полностью он будет весь отрисован мягкой кистью. Все текстуры, которые вот будут тут прорисовываться, это все мягкой кистью. Немного у меня там будет добавления. Я чуть-чуть использовал немного палец. Чуть-чуть на голове. Чтобы придать, так сказать, текстурность. Вот, видите, как будто размазано. Добавил просто кисть такая была. И это, на этом все. Остальное все просто мягкой кистью. Не ищите текстурные кисти. Текстурные кисти нужны только... Не знаю, кому они нужны. По-моему, они нужны только этим дизайнерам, которые не создают с нуля. Которые занимаются фотобашем. Я ничего не имею против фотобаша, но когда ты отрисовываешь казуальную картинку, желательно вот избегать текстурных кистей. Это я просто сразу скажу. Чем больше ты добавляешь вот таких всех текстур, тем картинка сильнее дробится. Старайтесь показать грани. Старайтесь показать объем. И здесь у меня три источника освещения. Как вы догадались, это желтый, зеленый и немножко голубоватый. Поэтому здесь есть и подсветка. Немного добавляется зеленого, интересная такая. Вот римлайт добавляю, чтобы подчеркнуть ему силуэт. Чтобы подчеркнуть силуэт. И чтобы он лучше читался, чтобы пропорции лучше читались. В принципе, уже практически завершен персонаж. Сейчас будет дальше работа в основном сейчас с глазами. потому что здесь сильно детализированы вот эти вот у него, как они называются, вокруг глаз то веки. У паука веки. Но вот эти элементы, которые как бы эллипсы, в которых находятся сами зрачки. Их нужно избавиться от детализации, где жесткие тени и все такое, нужно перейти на мягкий. Опять же, мягкой кистью все прорабатываешь, выстраиваешь тени и так далее. Смотришь обязательно, обязательно, чтобы... Я каждый раз вот на видео отдаляю объект. Может, вы слышали в подобном контенте. Обязательно отдаляйте объект и проверяйте на читабельность. Проверяйте на читабельность, как читается, где не хватает вот этой вот какого-то элемента, допустим, подчеркнуть цвет или наоборот уйти более тон сменить на темный. Поэтому обязательно отдаляйте. Этим самым вы увидите... Ты увидишь больше на расстоянии. То есть, получается, когда ты рисуешь казуальный объект, опять же скажу, он будет маленький, но благодаря тому, что читается форма, благодаря тому, что читается на расстоянии форма, ребенок придет к тебе, пятилетний, который будет стоять на 5 метров от картинки, и он поймет, что это, допустим, вот этот зверь или этот обзывается паук, которого я сейчас рисую. Поэтому хочу поблагодарить, кто досмотрел практически до конца. Обязательно еще будут тутеры с подобной тематикой. Я понял, что понравилось. Может быть, кому-нибудь в помощь будет. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, ждите новых видео. Всем пока-пока. Благодарю. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok